Ух, полетели. Добрый вечер всем, всем, кто пришел, всем, кто будет в записи, всем, кто будет смотреть это уже впоследствии на нашем канале в ютубе. Но, друзья, сегодня у нас тема необычная, и в то же время, наверное, это наша главная канва, линии эмоций. Как зовут? Меня зовут Дмитрий. Со мной рядом? Галла. Вместе мы, вот, семейная мастерская Тарасова, для тех, кто нас не знает. Вот. Эмоции, ребята. Эмоции, наверное, это самая такая краеугольная часть вообще нашего, в принципе, подхода, нашего основного метода, нашего способа и взгляда на творческий процесс, в котором именно линия эмоций и пропускает основную, ну, скажем так, систему энерготока. Это главный электрический ток, который запускает все абсолютно. Если брать психологов-позитивистов, там главный акцент на эмоции именно в том, чтобы с помощью эмоций активизировать любые посылки, которые делает человек в виде аффирмаций, настроев каких-то. Именно эти эмоциональные, чувственные нюансы запускают в действие многие-многие процессы. Без эмоций, ну, наверное, это никак. Конечно, чувство эмоций здесь тоже такая интересная субстанция. Чувство может быть немножко, скажем так, поближе к земле, поближе к телу. Эмоции очень часто бывают как ответная реакция на то, что происходит именно на фоне чувств. И чувство здесь своеобразная форма, в которой мы подготавливаем платформу, чтобы эмоция возникла какая-то. Например, чувство холода может в разное время дать разную эмоцию. Летом чувство холода даст чувство приятного такого, расслабленного ощущения. Зимой тоже чувство совсем по-другому работает. И так абсолютно любое чувство. Где-то голод может быть приятным, например, чувство голода, а где-то, наоборот, некомфортным. На 20-й день стало как-то особенно легко и воздушно над землей что-то полетело, отвалилась от тела какая-то часть астральная. То есть любые эмоции, они, получается, вводят какое-то особое поле. Не так давно, в принципе, наверное, где-то лет 7 назад, я не помню точно, видел эти публикации в каком-то научном журнале. Начали регистрировать именно эмоциональный фон человека с помощью аппаратуры. И там тоже были интересные открытия именно в том, что в эмоциях происходит своеобразная вспышка той энергии, которая даже мощнее, чем энцефалограмма. Энцефалограмма, конечно, там своя электрическая энергия, но еще мощнее работала вся система электротоков. Именно электротоков, не биотоков, а именно электрическое наше поле становилось совсем другим, совсем другие потенциалы, когда человек переживал какие-то эмоции. Ну, мы, конечно, в своей жизни используем это тоже часто, бываем в различных эмоциях. Как ни странно, но чаще всего липнут эмоции негативного порядка, они такие липучие, от них приходится, наверное, отмываться позитивом так тщательно. Но, тем не менее, позитивные эмоции, они вводят очень хорошие, скажем так, возвышенные полеты. И очень часто, вот тоже интересный момент, когда есть сравнение, одна качель эмоций, другая качель эмоций, и вот они подкачиваются чуть-чуть, одна другая, то, ну, скажем так, радость радостнее, когда есть печалисти. Без печалисти радости нерадостны. Как-то вот тоже такой момент. И наш баланс в нашей жизни, он тоже очень играет. Но сегодня мы хотели поговорить как раз в преддверии нашего курса основного по арт-практикам, связанных с этим направлением, непосредственно наше лицо, как главное зеркало наших эмоций. Мы хотели взять две эмоции. Те две эмоции, которые у нас используются в нашем мире, как символ театрального искусства. Вы видели все эти масочки, две основные масочки, это как главный такой международный довольно-таки символ. По-моему, он с греческих пошел, вот этих театров, где есть радость радостная и печалька печальная. Вот две эти радости и печальки, они как полярные такие элементы. Они же и определили главные два стиля, которые до сих пор у нас в театральном искусстве, в писательской, тоже вот направленность любой абсолютно, в любой жанровой сфере, хоть стихи, хоть поэты разного жанра. Это также находится в кинематографе, это комедии и драмы. То есть фактически вот масочка драмы и масочка комедии. Вот две вот эти полярные качельки, они также вот гуляют. Конечно, там разные нюансы, конечно, там разные элементы потом гуляются, но вот как бы в драмах, вы знаете, вот любые стили драмы можно увидеть, неважно, это фантастика или что-то там какое-то там историческое, все равно это мелодрама. И есть комедии. Собственно говоря, два всего жанра, которые основное направление определяют. И эти эмоции как раз и мышечно-каркасно у нас образуют в нашем лице. Наше лицо, оно как бы и образует вот всю эту эмоциональную структуру, которая и запускает и энергию, и чувства, и эмоции, которые связаны вот с этим потоком этих эмоций и чувств. И здесь есть еще такой эффект зеркальной обратной структуры, когда вы видите улыбающееся лицо, что-то с вами внутри происходит. Когда вы видите какую-то печальку, там печалька, там печалька, и в метро, и в транспорте, и везде все такие печальки. И как-то немножко цепляется, это нередко так вот что-то тоже как-то какая-то печалька. Ну как это, чувство заразительное, и когда человек испытывает их тотально, это происходит своеобразный такой с ними резонанс. Хотим мы того и не хотим. Если находиться в вагоне, где одни печальные люди, как бы не были вы радостны, есть риск тоже поддаться всеобщей печали глобальной. Ну и наоборот, если в автобусе все поют песни, даже мрачный человек, ну как быть огурцом в этом соусе, в маринаде, и не засолиться этой же радостью веселой. Тоже, может, петь не будешь, но все равно уже улыбочка появится. Вот так это работает, если вот смотреть весь этот мир в практике. А на нашем варианте мы это рассмотрим немножко иначе. Ну, прежде всего, о курсе немножко поговорить, мы его задумали, работа с энергоцентрами, как бы эмоциональный центр, он весь у нас на лице, особенно у россиян, ну, сами знаете, мы не настолько улыбчивые, как американцы, как бы надо. И вот эти вот… Индусы. Ну, индусы. Индусы очень улыбчивые. И все блокировки, все эмоции, ну, и это не секрет уже давно, там, научной труды, что эмоции испытанные хранит наше тело, и все вот эти зажимы наши, они блокируют течение энергии. Так как лицо, оно связано с верхними центрами, оно лишает нас некой проточности. Почему к осени этот курс актуален, ну, сами понимаете, что эмоции – это батарейка нашего здоровья, и мы об иммунитете, пресловутом, который говорят, разблокировая вот эти вещи, которые там у нас где-то внутри, там, чего-то. И иногда мы, мягко говоря, не можем выражать некоторые эмоции, а надо выражать. И мы будем делать разные практики, как это экологично, как это легко, немножко по-творчески, по-свойски, по-нашему, мы подойдем к очень глубоким вещам. Если брать класс психологии, психология, ну, разные гештальты практикуют, чтобы отреагировать, и разные там анализы и прочее. Можно, ну, на наш взгляд, и мы на практике это знаем, что можно, не обязательно входить в эти долгие процессы. И есть опасность завязанных в негативных эмоциях, если сильно копаться, можно пойти другим путем, немножко, как говорится, подняться на творческий уровень, но работать с этим же пластом, и не обязательно это должно быть болезненно, это будет немножко через игру даже, мы как-то будем полегче это делать, но касаться именно тех глубин, которые мешают нам про точности, в первую очередь, ну, будем этим языком говорить. Наверное, так. В общем, все упражнения будут заточены на это, чтобы... Сегодня мы с двумя эмоциями поработаем, там про иношку культуры немножко тоже поговоришь. Конечно, на курсе будет другая работа, мы 7 дней будем работать более в погружении, но цель такая, не уходя в какой-то штопор, работать с очень глубокими слоями, которые где-то, может быть, храним мы с детства. Но если взять, например, все-таки ты поделись своим опытом с аллергией, это тоже показательный момент, когда у человека, ну, я не знаю, по крайней мере, кто видел, какое было состояние, и можно вот через это выходить раз, и, само собой, потом приходит какая-то память, и можно сильно анализировать, можно не анализировать эту ситуацию, но отработав какие-то эмоциональные зажимы, ну, может быть, это на курсе поделись. Да нет, ну почему, немножечко, ну, тут получается, что все равно все мы знаем, что мы все из детства, и многие эмоции, которые мы в детстве переживали, то, что, кстати, эта информация взята, наверное, в основу любых телесно-ориентированных практик, что любой слепок наших неотреагированных чувств формирует мышечный каркас. Впоследствии этот мышечный каркас делает спазмирование каких-то зон, и эти спазмирующие участки потом приводят к целому комплексу физических отклонений, в том числе и психических, само собой. Все это течет потом вместе с блокировками энергетическими, все это вкупе в таком уже винегрете перемешивается, и только усиливается чаще всего с годами, превращаясь в какую-то хроническую форму. Если потихонечку через те же эмоции выцеплять, выкапывать вот сами легкие ощущения, от чего и в чем причина тех или иных нюансиков, можно даже абсолютно неожиданно обнаружить моменты, в которых произошел вот тот начальный элемент блокировки, который как раз привел к тому, что является уже следствием. Но если брать мою аллергию на амброзию, то тут, когда я работал с этим элементом, с этой реакцией на амброзию аллергическую, у меня выскочило время как раз 9-10-летнего ребенка, когда там что-то произошло такое с родителями. Хотя проявления начались в армии довольно-таки, да? Ну да, внешние вещи начались только в армии в 93-х годах, а вот выскочить на то, что заложило основу для этого проявления, оказалось, что да. И когда начал работать именно с тем периодом, полостом времени, в нашем времени, вот в моем нынешнем, начала исчезать вот эта реакция на аллергию. То есть как бы вот тот хвост, который оттуда тянулся, та подавленность чувства и эмоции, которая связана, конечно же, с родительскими детскими отношениями, вот этот хвостик потихоньку разматывая. Понятно, что его размотать, наверное, до конца, я не знаю, возможно, это нереально до конца. Но это и не настолько актуально. Ну убирается этот элемент, потому что эмоционально вот какая-то причинка сидит там. Я схвать ее за хвост, потихонечку ее начинаешь разматывать, и вот она потихоньку выходит. Но это как бы необязательный процесс? Мы не ставили цель глубоко копать вообще вот на этом курсе, в этом плане, это может само собой. Ну это да, это уже целенаправленно, я работал со своим моментом ситуации. Цель отрабатывать вот эти разные наши мускульные зажимы, выражать эмоции, принимать их в такой игривой, скажем, форме, то есть творческим таким моментом, чтобы чувствовать течение энергии и как это будет убираться. Это в первую очередь, наверное, даже для омоложения кожи, хорошо, мышц наших. И, естественно, касаясь этих эмоций, мы будем себе как бы позволять их отреагировать, а их надо отреагировать, потому что дети их, ну вот если брать не реагировал, да? Ну да, мальчики очень серьезные в этом как раз возрасте были. А потом, да, потом через какой-то период происходит реакция. Они со стиснутыми зубами проживались. Реакция дает здоровье, как говорится, минусы в здоровье. И вот стиснутые зубы имеют последствия. Так что вот. В общем, будем делать такую практику, чтобы вот это вот у нас... Да, вот с этими реакциями сейчас и поработаем, ребят. Ну и сейчас будем переходить к практике. Очень простой. Я предлагаю это делать играючи, и с улыбками, и наоборот в том числе тоже. Еще раз напомню, у нас с вами сегодня две масочки театральные. Вот две эти эмоции мы сейчас с вами потрогаем, пошевелим, посмотрим, как они сыграют у нас с вами, ну скажем так, с нашим лицом. Я сейчас переключусь на камеру, на стол. Нам понадобится ручка шариковая, или карандаш, или маркер, или что-то еще. Ну и, конечно, какой-нибудь листочек бумажки. Любой абсолютно. Это урожай с нашего дерева выпал. Сейчас их много сыпется. Красивущие. Они на солнце кажутся прозрачными, как эти, как они называются-то, сердолики. Итак, ребят, начнем. Собственно говоря, сама структура шарика как раз тоже нам сейчас понадобится. Лицо. Я сейчас предлагаю поиграть немножко с лицами. Листочков нам таких небольших понадобится 2-3 штучки. И нужно А4 форматик, даже пищей бумаги, сложить пополам, чтобы были так на запас. Ну и давайте. Первый наш такой элемент. Ну, скажем так, напоминалочки. Пока что я напомню вам две эти масочки. У нас выглядит одна, значит, такая вся из них, такая вот, ну скажем так, вот такая вот. Вот другая масочка, вот такая вот. Я так их очень условно возначу пока. Пока только глазки-точки, ротик-скобочка. Скобочка вверх, скобочка вниз. То, что как раз и образует знаменитый смайл, всем известный. Вот печалька и радость. Собственно говоря, это и есть вот главная такая структура драматического и комедийного жанра во всем творчестве. Перетекание вот этой энергии. На этой полярности как раз очень часто используется раскачивание наших эмоциональных сфер. Нередко. Но пока я вам сейчас предлагаю, давайте сейчас вот немножко нашу веселую эмоцию рассмотрим через знаковую систему. Это, в принципе, да, круг. И любой наш символ на лице, любых чувств и эмоций образуется обычно из трех элементов. Здесь я только два использовал. Это глазки, брови и ротик. Вот три этих элемента. Нос, как правило, он участвует как усилитель некоторый. Можно крылья носа надуть сильно и как бы добавить жару в какую-то эмоцию. Но, как правило, если нос не использовать, все равно будет понятно, что вот здесь носа нет. Но, тем не менее, вот здесь печалька. Здесь вот такая вот какая-то радость-веселинка. Вот как бы нос здесь не такой сильный. А вот брови и ротик и глазки, они как раз являются главными. Ну и, собственно, наш ротик, наши глаза и брови являются основными моментами, через которые могут появиться какие-то зажимы, какие-то застои и какие-то элементы вот именно вот этих моментов. Давайте сейчас вот рассмотрим такой простой элемент. Сейчас вот давайте поставим просто как точки глазки, просто как точечки. Скажем так, это нейтральная такая позиция мордочки лица, когда вот просто они точечками глазки в точку смотрят. Но я вам сейчас предлагаю акцент сделать только вот на это вот. Вот только улыбочка. И сейчас, если что, если мало ли вдруг, можно камеры выключить, мало ли. И вот я попрошу улыбнуться легонечко. Легонечко улыбнуться. Вот немножко попробуйте сейчас отметить, какие у вас мышицы сейчас участвуют в этом процессе физическом, когда идет какая-то улыбочка. Когда вы делаете улыбку небольшую, такую легкую улыбку. Так, слегка улыбнулись. Понаблюдали. А теперь давайте вот эту улыбочку растянем до неприличия максимально, вот до этих элементов. Вот, вот аж до ушей, что называется. Вот такую мощную мега улыбку максимально сильно. И, сделав такую улыбку, посмотрите и понаблюдайте, какие сейчас мышицы у вас напряглись. Где сейчас появляется либо теплота, либо онемение. Подержите эту мимическую такую масочку улыбки, ну хотя бы на секунд 40. Секунд 30-40. Там ощущение может появиться в мышицах губ. В скуловых вот этих элементах, которые к вискам как раз подтягивают ваш ротик. Чтобы сделать такую мимическую улыбочку. Мощная и сильная. Подбородок у кого-то может даже сейчас акцентироваться сильно. Сбросили. Немножко так поводили туда-сюда губками, чтобы не было никаких мало ли там застойных моментов. Раскидали как бы вот эту вот штучку нашу. Вот. Это вот личико. Тоже сбросив сейчас вот эту вот улыбочку, понаблюдайте вот сейчас в спокойном состоянии лица, как сейчас. Вот эти ощущения. Можно закрыть глазки, чтобы акцент внимания был максимальный. Это помогает. Когда глазки закрыты, то ощущения лучше внутренние. Мы чувствуем, где что. Где тепло стало. Где что-то нагрелось, может быть. Скуловые мышцы, щечки ощущаться стали. У кого-то подбородок, у кого-то может быть вот эти носогубные складочки стали акцентно по ощущению. Вот. Теплота какая-то пошла. Это вот было ротик. Вот. Следующий элемент, ребят, давайте сейчас тоже сейчас его возьмем. Бровки. Бровки попробовать сейчас максимально поднять высоко. Вот именно высоко, высоко, высоко. Только бровки сейчас. Глазки я тоже оставляю на нейтральке. Нейтральные глазки. Обровки сейчас высоко поднимите. Тоже можете глазки закрыть, чтобы ощущение смотреть, вот это вот, как во лбу происходит какая-то легкая натяжечка. Она абсолютно безопасна там для наших каких-то косметических нюансов. Не переживайте, даже очень полезна. Но ощущения. Какие моменты могут быть? Они менее лба, разогрев лба, прохлада какая-то появится может где-то. Причем иногда может даже появиться ощущение где-то в зоне затылка, за ушами, там где-то вот там над ушами, вот какие-то элементы тоже вот пойти. Вот. Тоже секунд хотя бы 20-30-40 вот так подержите взметнувшиеся вверх. Сбросили. Тоже вот, когда сбросили, тоже понаблюдайте, как сейчас происходит, когда бровки пришли в нормальное положение, когда они успокоились. Вот это ощущение легкости. И в то же время какое-то движение начинается той же матушке крови, пошла гулять по сосудам, какие-то пошли процессы. Тоже могут быть теп, тепловые какие-то элементы, могут быть энергетические у кого-то, кто занимается практиками энергетического характера по чувствительности. Разные нюансы. Вот тоже понаблюдайте. А теперь давайте соединим вот эту улыбку и вот эти бровки. Улыбочку делаем максимально широко. Ну и бровки вверх. Сейчас мышец будет участвовать гораздо больше в том, чтобы сделать вот эту гримаску. Тоже секунд хотя бы 25-30 вот так подержите. Сбросили. И тоже наблюдайте, вот во время сброса тоже понаблюдайте, где появились вот эти зоны повышенного тепла, повышенного какого-то, может быть, даже головокружения. Может быть, какие-то моменты появились такого жара где-то. Причем могут даже по телу пойти элементы жара. Как ни странно, но многие лицевые практики на лице, они запускают проток энергии, ну, как говорится, до пяток. И очень часто как раз то, что на лице заблокировано, не пускает энергию проходить, ну, скажем так, в та же связь с небом. Именно лицо может быть стать таким ключом. Вот такой вот момент. Вот, и теперь давайте подключим глазки. Вот глазки пока у меня, я все время их делаю нейтрально. Вот давайте сейчас усилим вот эту вот эмоцию. У нас сейчас будут бровки, можно их тоже будет поднять, можно будет их разбросать даже немножко в стороны, так чуть-чуть. Ну, а глазки я вам предлагаю сейчас сделать такими щелками. Можно их прикрывать, можно не прикрывать, но улыбку тоже сильно. То есть мы сейчас усиливаем, как бы еще больше усиливаем эмоцию, которая обычно связана с радостью. Глазки щелки, бровки щелки домика могут быть, высоко поднимайте, и улыбочка растянутая до ушей. То есть масочка прям становится гипертрофирована, ну, чрезмерная такая радость, так, наверное, радуются только нетски какие-нибудь. Тоже секунд 30. Сбросили. Наблюдайте сейчас, как тоже идет тепло, какая идет сейчас, скажем, деятельность сосудистая, кровоснабжение. Оно может сейчас резко измениться. Могут даже смокнуть руки, стопы, все что угодно, ребят, потому что мы сейчас трогаем энергию, ну, кровоснабжение. Ключевые, это ключевые потоки. Мы перекоснулись ключиком. Ну, и лицо, конечно, тоже. Если сейчас кто-нибудь глянем в зеркало, могут быть зоны покраснения. Соответственно, причем довольно, не сказать, что серьезная шла работа физическая, а тем не менее, такое ощущение, что лицом сейчас что-то копали немножко. Тоже вот обратите внимание, насколько сильно вот это вот все меняется. Вот, сейчас оставим в покое вот эту вот пока эмоцию, переходим на ее полярность внешнюю. Причем, ребят, сейчас пока что мы делали только гримаску. Это как масочка. Она не несет в себе потока эмоциональности, которую мы вроде бы так, ну, только если было весело это делать, вот это единственная, наверное, вот эмоция забавной веселости такой. Она могла здесь проскорчить. Ну, и, наверное, под спудным фоном могла быть какая-нибудь мысль мозгов, что, наверное, это так глупо выглядит, что прям ой-ой-ой. Тоже эмоция, в принципе, от ума запуститься может. Поэтому здесь мы не связывались сильно с чрезмерным чувством радости. Вот пока что только гримаска. И ее противоположность сейчас то же самое. Давайте поиграем с противоположной печалька. Знаменитая печалька. Она позволяет глубже ощущать радость. Тоже какое-то личико полуноликое делаем. Глазки пока нейтрально. А вот начнем с ротика. Ротик прям такой вот образующий печальку. Вот прям лицом. Сейчас сделаем печалечку. И эту печальку, как бы задача подтянуть уголки как можно ниже. На своем лице. Прям можно даже помочь себе руками. Чуть-чуть слегка. Да, потому что эту эмоцию, как правило, ну, либо на нее стоит у нас с вами такой момент нежелания вот это испытывать и вообще даже формировать. Поэтому, как правило, у нас уже может даже быть внутреннее такое, ну, зачем это нам? Нет, вот радость-то, а вот печалька, не, не надо. И так в жизни он сколько всего. Вот, тем не менее, ребята, вот здесь как бы сейчас вот без эмоций и печальки просто саму мимику. Посмотрите. Отпустите потом тоже, вот понаблюдайте. Сбросьте вот это тоже вот ощущение. Там другие мышцы совсем задействованы, абсолютно другие. Более того, нередко эти мышцы не настолько хорошо чувствуются, скажем, как вот радостные элементы. Радостные элементы немножко попроще. Вот сейчас снова попробуйте сделать вот эту печалечку. Ну, я вот не знаю, как сказать, рот до ушей мы делали, когда улыбались. А вот как улыбнуться, в смысле, как печальку сделать до ушей, как получается, до пола. Печалька до пола. Вот, то есть максимально прям так вот лицо вот вниз. И подержать на хотя бы этот рот, кончики уголков губ вниз опустив, подержать хотя бы секунд 25-30. Обычно это легко получается, когда мы плачем или ревем на взрыд белугой. Там хорошо. А вот так вот саму эту вот мимическую маску сейчас держать немножко сложнее. Вот сбросили, тоже понаблюдайте. Тоже разогрев обычно идет горло и даже немножко как раз идет и носогубные складочки, подбородочек, как раз кончик подбородка и в горло переход. Вот там может быть и разогрев, и теплота, и жар. Еще разочек, ребята, эту эмоцию лучше так уже потренировать чуть-чуть. Точнее, внешнее отображение этой эмоции. Тоже вниз. Отпустили. Понаблюдали. И теперь делаем усилитель. Брови. Брови сейчас я вам предлагаю сделать вот таким вот образом. Очень похоже, кстати, на то, что мы делали, но в данном случае на улыбке это усиливает общую гримаску радости. А если бровки домиком сделать вот с таким выражением, то печалька становится печальнее. Когда мы делаем домики брови, да даже если мы их вверх поднимем, но проще именно не поднять, а именно домиком немножко, когда мы к вискам сводим немножко эти брови. Даже немножко слегка, если вы это сделаете, с тем же выражением вот этих губ. Делаем печальку на губах. И усиливаем бровями. Тоже лоб участвует в этом, в этой зоне лба тоже здесь участвует. Отпустили. Тоже наблюдайте. Лоб даже с макушкой. Можно сейчас начать там в макушке. Могут быть какие-то элементы движения. Спокойно наблюдайте. Именно как вот то, что называется с улыбкой Будды. Даже можно это делать, но со спокойствием Будды. Где и радости, и печалисти одного зеленого цвета. Как елки. Вот. И теперь глазки, ребят. Тоже подключаем глазки. Тоже их можно сделать теперь так вот дополнительно усилить. Хотя, возможно, вы поймали себе, что в общем-то щелки глазки, что вот в щелках улыбков только смайлик лица всего лишь поменялся. В этом плане действительно у нас рот удивительный элемент. Отчасти вот на этой связи всего-то маленькое какое-то изменение смайлик вверх или смайлик вниз, а эмоции настолько разные визуально. То есть вот две эти масочки, как раз вот то, что драма и комедия формируются, весь мир комедии и драмы, он всего лишь одним ртом. Поэтому очень много того, что у нас зажато на рте, на рту, в ротовой части, в зоне ротовой, оно очень много эмоций держит. То есть практически вот этот нижний наш ярус ниже носа формирует такой мощный пласт. Ведь если вот это все накрыть сейчас, мы не будем понимать, что человек испытывает. Вот если рот убрать и там, и там, вот я его убрал сейчас, ну одинаковые смайлики, и там, и там добавьте улыбочку, ну просто чудо. Добавьте там ротик точечкой, тоже будет веселенькое такое чувство, там допустим ротик трубочкой дуем, там букву О говорим или У. Вот все равно такое очень застенчивое потешное личико, но как только лицо превращается вот в эту вот скобочку вверх или вниз, мгновенно меняется вот эта вот сама визуальная форма отображения. Вот сейчас я вам предлагаю сделать уже простую практику дополнительную, где мы попробуем какое-то одно из наших усиливающих эмоциональных ощущений прошлого соединить вот с этой мимикой. Простое. Ну, например, какое-то радостное событие, какое-то одно выбрать, может быть, которое было в ближайшее время, можно из далекого прошлого. Вот просто сейчас давайте возьмем сейчас радость, именно радостную вот эту нашу эмоцию внешнюю. Внешне это сейчас смоделируйте, улыбка, можно легкую пока, легкую улыбку, немножко слегка приподнятые бровки, чуть-чуть. Можно щелки глазок сделать, тоже немножечко так растянуть глазочки. Вот это внешняя маска. Но теперь в этой внешней маске добавьте вот это ощущение, ну, чего-то такого возвышенного, приятного, что было, вот, может быть, давно, может быть, недавно, может быть, совсем сегодня. Неважно, какое-то вот радостное что-то, что вам радость доставило. Попробуйте даже это ощущение, как будто вот что-то в нас приподнимается, пошло. Вот, как бы мы сделали маску на лице, она физическая, но эмоция, это уже на наших чувствах, на нашей памяти сейчас что-то там лежит. И мы это вот ощущение, опть, из прошлого в настоящее перехватываем. Можно даже с дыханием увеличить, на вдохе как бы вот немножко как будто надуться этой радостью. Что-то радостное там такое. Цыплята на руку сели, вот, например, у меня. Сами залетели, прям вспорхнули. Радостно. Сбросили, отдохнули. Понаблюдайте, понаблюдайте. Вот само ощущение тела, его массы, может быть, даже вот психической массы. Разные эмоции делают массу психическую у нас. Мы можем быть, как бы легче, мы можем утяжелиться прям очень серьезно. Вот, теперь прыг, ребят, вот на эту масочку. Драматическая масочка. Масочка, драматическая эмоция, печалька. Вот, что-то нас опечалило. Что-то вот опечалило, какую-то ближайшую печальку. Сделаем тоже бровки домиком. Немножко так слегка-слегка выгните ротик в обратную сторону, чтобы любой человек, глядя на вас, сказал, вот, а что ты грустишь? Вот, может быть, легкая грусть, может быть, можно посильнее гипертрофировано сделать. Вот, слегка эту масочку надели. А теперь печальку соедините с этой масочкой. Какую-нибудь любую печальку из ближайшего окружения, что было недавно. Вот, подержите немножко. Сбрасываем. Немножечко отдохните чуть-чуть, понаблюдайте, что какие-то процессы. Может быть, будут какие-то свои наблюдения и открытия. Дело в том, что в некоторых традициях есть такое интересное явление тождественности потока энергии, которая в нас движется, где оно одинаково, что в печали, что в радости. Как бы смех и плач это одно и то же, говорят многие подобные традиции и культуры. И, в общем-то, просто кому-то проще плакать, кому-то легче смеяться. И разницы между этим никакой. Вот, и энергетический поток, он очень похож. Вот, может быть, кто-то почувствовал этот момент. Легкое ощущение такое, что вот есть и здесь приподнятый поток, и вот здесь он тоже такой двигается. Оно в движении каком-то находится. Просто немножко разные полярности. Вот это ощущение. Давайте сейчас снова, ребят, вернемся к радости. Я предлагаю вам какую-то другую радость выбрать из того, что у вас было в памяти. Но сперва как бы мы одеваем масочку. То есть мы формируем, скажем так, перинку для прихода радости в наше настоящее. Делаем масочку. Улыбку. Может быть, легкая. Не обязательно гипертрофира, но легкая улыбка. Глазками потом тоже улыбнулись. Бровками усилили слегка так застенчивую улыбку. И теперь какое-то ощущение из прошлого или ближнего прошлого. Но чувство все равно уже в памяти где-то лежит. Можно с дыханием немножечко, это тоже проточность, это усиливать, этого ощущения. И в настоящее к нам сюда его перемещать. Вот на наше личико. Любое чувство радости, которое вас как-то вот зацепило. Сейчас отпускаем это все, все эти ощущения. Личико переводим в спокойное состояние. Наблюдаем, где какие, может быть, элементы у вас пошли. Не обязательно уже в лице. Может быть, и по телу начаться движение какое-то. У всех по-разному очень. У кого-то могут и мурашки прогуляться. У кого-то, может быть, тепловые ощущения. Вот в ручках, в ножках. Вот на этом пока мы замкнем наше вот это колечко. И, конечно, ребята, вот сейчас то, что мы сейчас с вами сделали, это простые эмоции, которые как раз формируются на масочках нашего, скажем так, где-то даже повседневного процесса, где-то наш повседневный быт, он как раз связан с тем, что мы эти ощущения ловим каждый день. У нас бывают печальки, бывают радости. Мы периодически то одну ловим эмоцию, то другую, на дню по несколько раз. Конечно, все это при длительных процессах отпечатывает наше какие-то… Ну, скажем так, наше лицо очень часто пропечатывается чуть-чуть, скажем так, когда очень длительные процессы. И могут быть щелки, морщиночки как раз улыбчивые, бывают печальковые. Это уже, ну, скажем так, индивидуальный и мир, и путь душевный, который у каждого формируется. Вот. Хотелось бы, конечно, с одной стороны услышать вашу обратную реакцию, ребят, но какие были ощущения, если уместно об этом сказать? Было бы интересно, конечно, ну, как бы вот то, что я хотел бы как раз на нашей встрече уже основного нашего курса по этим лицам, по этим эмоциям пройтись. Там есть еще один пласт эмоций и чувств, которые мы, ну, где-то даже вытесняем. То есть мы даже прикасаться к этому не хотим. В результате очень часто именно эти эмоции формируют как раз мощнейшие зажимы, которые даже можно почувствовать. Их даже можно потрогать. Чаще всего это как раз вот эта зона. То, что идет ниже, вот от этого уровня и вниз. Это наше родное, наше богатство. Вот. Это как раз требует, конечно, внимания так более длительного. И ощущения, которые потом ответно идут на эту работу, ну, более серьезные, скажем, тоже. Такие хорошие пласты, которые отзываются очень такими бурными моментами уже в нашей жизни. Вот. Если у кого-то сейчас какие-то были моменты, тоже хотелось бы обратную связь услышать. Если возможно, ребят, тоже. Кто готов поделиться? Надя, готова поделиться? Да, я готова поделиться. Да, ну, очень мощно. И на самом деле я проходила курсы телерадиоведущих. У нас было очень много занятий по постановке речи, технике речи. И, соответственно, как раз мы очень много разрабатывали. Я могу сказать то, что вот буквально за эти несколько минут я ощутила, как у меня очень много расслабилось. И я ощутила эти зажимы. И я, честно сказать, еще очень сильно зевала. Очень много и сильно. Вот. Прям вот так вот зевала. Это отдельная технология, отдельная практика. Да, позевать, это надо, ребят. Снимать зажим, но зеву-то снимают эти вещи. Это как раз и выход тех блокировок. Самый простейший – это как раз зев, мощный зев. Тренировка зева – это отдельная, действительно, дисциплина, которую нужно тренировать. Красиво там смотрела, как ты сидела в этой, в образе ведущей. Классно тебе, это хорошо. Ты уютная такая. Спасибо. На самом деле попробуй себя в этом работать. Благодарю. Благодарю, да. И мне даже вот, ну, по ощущению, даже вот сейчас на фото смотрю, мне нравится мое лицо, как будто вот очеки спали. Да, да. Поэтому благодарны. Спасибо. Очень мощно. Ну, там действительно, ребят, происходит процесс очень мощной декомпрессии мышечных. Я в один из, когда, ну, самое интересное на, да, на вот этих эмоциях, когда нужно было сильно опускать, губы так раздулись, и я отметила, насколько в этот момент схватывается, вот прямо дыхание-то перехватывается здесь, да, спазмируются вот эти места. Мы начинаем дышать. Вот это вот у меня потом разблокировалось, но как бы очень интересно. И вот схватывание на затылке, вот, ей-богу, это настолько связано с нашими полями, ребята, все наши вот эти вот эти моменты. Ну, и потом, когда отпускаешь, все тепло пошло так хорошо, и зрение, зрение ярче. Я увидела, я увидела, да, у меня сейчас как раз, я работаю над этим, потому что у меня ухудшилось значительное зрение, вот, и я увидела, насколько я стала ярче видеть. Четче, четче. Вот, в принципе, за этим мы зовем, чтобы мы работали разными там нашими напридумцами, чтобы вот это убирать. Иначе наше здоровье, оно, ну, вот я специально, Дмитрий, на этот момент, потому что оказалось 9 лет, проявилась в армии, до этого ничего не было, эмоции подцепил там. Вот этот период, вроде бы ничего, все нормально, а потом раз и проявляется в каких-то заболеваниях. Но есть спокойные вещи, когда вот так поработал, поделал, и у тебя часть вот этих симптомов, оно не будет переходить в заболевание. Как бы вот наш посыл... Ну, как бы отреагировать это называется, наверное, слышали? Мы их не реагируем, мы не касаемся, мы не стараемся, мы рационализируем, у нас этого нет. Да и не надо, как говорится, их сильно переживать. Можно отреагировать мышцами, а потом, как говорится, получить кайф. И, собственно, это уже прибавляется к самочувствию, к нашему здоровью, ну, и это реально работает с теми блоками, которых и касаться-то неохота. Ну, да. Это как бы мы только так две масочки потрогали. Там еще по индийской традиции их восемь, как минимум. Вот. Каждого надо пошевелить. А это на курсах будет, да? Да, это мы с этим будем как раз... Мы будем лепить ленинную маску, не одну, я думаю, да, и знакомиться с собой через... Ну, кроме того, понятно, мы через искусство будем лепить декоративную вещь, раскрашивать, ра-ля-ля. Да, но и как работать с этой масочкой, мы сделаем и карманные моменты, да, какие-то, чтобы она всегда была с собой, и периодически мы... Ум, ум. Мы отвлечем на внешнюю масочку лепную. Ну, да. И между делом, тихонечко. Будем проводить работу. Экологично. Дойдем до самой сути наших вот этих мышечных элементов. Вот, особенно, конечно... Ну, больше не, да, у нас все течения, они замедляются наших всех лимфо-разных там моментов. Ну, когда холод появляется, у нас идет замедление всей вот этой части. Часто появляется как раз респираторное чудо, но на первых заморозках. Вот, сейчас надо это расшевелить. Нам-то хорошо, с теплого края. Вот, но я помню, что очень сильно как раз от холодного ветра, влажного и сырого, начинала вот это все сковываться, зона. Она как раз активизируется, кровоток не такой сильный, особенно, когда блокировок много. И как раз вот эти упражнения нам здесь это все получше сделают. Могу даже взять на себя наглость, гарантировать поменьше слизневых отложений в носу. Ну, а главное про точность, главное, мы будем больше получать энергии, это однозначно, это как бы для этого. Еще может кто-то поделится, ребят, Надь, спасибо. Да, да, благодарю, благодарю. Анжелика извинился, написала. Анжелика написала овал лица, ну да, пластические хирурги у нас приходили. Только с лицами мы работали, тоже есть масло, через лепили там, через лепку. Но это очень эффективно, именно вот на... Кстати, в Анапе у нас на спор, помнишь, Лариса делала двумя, ее нету сейчас, да? Но у нее изменились губы, ребят. У нас был спор, можно ли губки, которые находятся вот так вот немножко вниз, физически, изменить, но уголками вверх. Вот, мы давали практику, которую надо было сделать. Ну, мы прицепились, по-моему, в 23 недели, в 3 недели мы прицепились. Она, конечно, не сделала столько там дней подряд, но сколько-то она... Ну, полторы-две недели она сделала. Делала, честно делала. Но, говорит, я не доделала по этому моменту, реально изменились у нее уголки. Как бы вот так. Так что эта штучка меняется, потому что это формирует мышица. А раз ты формирует мышицы, любую мышицу можно как чрезмерно расслаблять, так и можно ее немножко подкачать, что называется. Без уколов, без всевозможных каких-то инъекций. А вот именно простой физической работой, еще и веселой, кстати. Да, довольно веселой. Вот. Ну что, ребят, если кто-то еще может поделиться, поделитесь. Если что, мало ли вдруг вопросы есть. Ты как-то, да, или вопросы какие-то. Можно я скажу два слова? Нужно. Нужно. Просто Надя мне кое-что напомнила. Я была на семинаре, давно-давно, называлась «Гимнастика ума». И там как раз мы вызывали зевание специально, да, как бы нажимая вот на эти. И лектор нам сказала, что зевание – это единственное упражнение для того, чтобы плиты черепа головного мозга могли пошевелиться. То есть больше ничего, ни руками, ничем. Только зевание дает возможность им пошевелиться, и это очень-очень полезно для организма. Практически это наш громоотвод. Зевайте, зевайте. Наш грамотвод всех напряжает. Да, 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 да. Так что спасибо, напомню, как раз, да, спасибо. Забывается иногда. Спасибо. Ну что, ребят, вопросы какие-то есть? Девчонки, кто практикует цигун, поделитесь. Интересно даже у вас ощущение мира другое немножко. Девочки сперва уральская. Убежали, что ли? Не знаю. Венера не слышат? Ирина? А меня не слышно. Слышно теперь. Слышно? Только тихонечко. О, Леночка. Не узнать, что ли? А, у тебя микрофончик, наверное. У тебя микрофон далеко. Не столь активен. Я включила, вот, ну, что-то, по-моему, попризничает микрофон. А у меня, можно скажу, у меня озноб по спине и до сих пор не проходит. У меня тоже было озноб. Да, это тоже энергетика. А, здравствуйте, я попозже. Тоже может быть, да? Ничего страшного, не смертельно. Мы начинаем трогать эти мышцы. Я тоже, кстати, заметила. Ну, гусиная кожа, мурашки – это вот одна группа потоков энергетических. О, а сейчас прям жарко стало. Ну, нормально. Дополнительный подогрев, между прочим. Да, да. Да, спасибо. Я следила на эту печальку, да, у меня тоже было знов. А потом уже пошел жар тоже. Ну, разные масочки, разные включают элементы, конечно. Мне трудно было, например, вот это. У меня ощущение, как будто у меня губы надували. Печаливаю. Да. Сильная печалька не получилась. У меня не получились как-то расслывчатые. Надо тренироваться. Думала, наоборот, у меня так. Я так, зажима у меня вот эти… Ну, конечно, ребята, это как бы так вот мы слегка чуть-чуть прикоснулись к двум элементам эмоций, которые внешне, как масочки. Мышечная структура выражает гораздо больше эмоций, больше переливчиков. Но, тем не менее, в этих переливчиках всегда участвуют наши бровки, наши глазки и наш ротик. Это основные элементы, которые формируют практически весь мир многих эмоций. Все остальное лишь усиливается. Позы, позиции, наклоны головы, какие-то там жесты. Они как усилители. А вот как раз вот эти три точки, три зоны, соответственно, у нас лобные блокировки. Вот эта вот зона как раз височный пояс глаз. Скажем так, наш, как он называется-то? Экватор. Экватор глобуса нашей головы. Вот именно экваториальные напряжения. Они аж на затылке сюда вот заходят. То есть это кольцо. Кольцо, которое, работая с которым, мы затылок в том числе затрагиваем. И наша вот эта зона от носика и вниз, подбородок, зажимы как раз связаны с подавленными эмоциями, с подавленным криком. Когда хотелось кому-то, может быть, кричать или что-то высказать, а нельзя было в детские годы. Но чаще всего одна из причин, по крайней мере. Вот это формирует как раз вот это все. Тоже уже идет на шею. В данном случае на седьмой позвонок. В том числе это захватывается зона вся целиком. Как пояс. Это как пояса. Три пояса. Братья, вот у нас Левочка приезжала на ребенка смотреть, у него все на лице. Они очень хорошо выражают свои моды. Да, это два годика, все. Печаль, это печаль, ну печаль. А потом мы вот эту маску и все. А вот эту гимнастику детскую надо делать, она действительно возвращает нас к детству явно. Видимо, вот такие. И это свободнее нас делает, даже если вы не пойдете там дальше на курсы, но вот этого инструмента хотя бы им пользуйтесь. Уже две полярности, ребята, вот этих наших театральных элементов, их уже очень даже много. Очень хорошо можно прорабатывать вот эти вот наши основные такие нюансики. Группой мы за то, что прорабатывается лучше и прорабатывается там энергетический эффект, дает волну, которая уже и толчки там, пендали в разных других местах дает. Не только в эмоциональном, а в жизни. Поэтому мы за тусово-энергетическую, чтобы группами работать, прорабатывать глубину. Но если не пойдете, нет возможности, то вот это практикуй, это уже большой подспойник для своего, как говорится, самочувствия хотя бы. Потому что вот даже если сейчас ощущение тепла идет, мы сделали хорошенький массаж. Ну чуть-чуть. Ну немножко, да, ребят. Ну и еще раз, вот как бы вот то, что связано вот с этим поясом, как раз это вот и есть боли в шее, как раз они могут формироваться именно вот этой подавленностью, чаще всего подавленностью каких-то детских эмоций, которые хотелось очень сказать тотально, а нельзя было. Да, и зевать, конечно, мы тоже на курсе там будем, поэтому здесь уже вот вышли на зеву, то зевайте, отпускайте себя в этом плане. А по курсу вопрос можно? И это же скулы, кстати, да. Можно, да? Ух ты, у тебя звук появился сразу. Обязательно глина или пластилин нужно? Ну, скажем так, если будет глина, то можно будет сделать то, что можно будет с собой в последствии использовать. Использовать и носить с собой, и применять с собой. Тогда следующее. Нет, у меня вопрос. У меня глина есть, но она высохла. Как ее довести до нужной консистенции? Берешь эту глину немножко молоточком слегка хотя бы до мелкой крупы такой рисовой, сечка, сечка, чтобы крупа была разбить. Заливается водой только так, чтобы глина вот поверху, ну, как бы не надо ее сильно разбавлять, а вот только чтобы ее скрыло. Немножко дать ей развестись. Она рассыпаться начинает уже в кашицу. Кашицу хорошенько перемолоть. Взять полотенце какое-нибудь не очень нужное, вафельное желательно. Можно махровое, в принципе, но старенькое, чтобы оно затертое такое уже было, ворса, чтобы не было. Сложить его втрое-вчетверо и вот эту жишку-кашку высыпать на это полотенчика. В рулончик полотенчика свернуть, пожамкать, 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 подождать, развернуть этот рулончик. И там уже будет такой уже это, более-менее удобоваримый. Перекладывая в разные полотенчики, можно довести до хорошей лепки. Перемять его несколько раз, чтобы оно попластичнее было, и вот кусочек готов. По объему какой кусочек? Руками покажите. Мам, вот кулачка даже много хватит, даже меньше надо будет. Если будет пакет, хорошо, побольше сделайте. Можно это как бы, дело такое. Хорошо, попробую. Вот, вкратце. Ну что, ребят, тогда я всех... Начало курса. А? Начало курса когда? Понедельник? Ой, еще долго. А кто помнит, когда начало курса? Я, я, я... Понедельник. 20-й понедельник, да. А подскажите, у меня-то тоже вопрос. По глине. 20-й это понедельник. По курсу глина, вот, то есть ее покупать... Ой, меня аж, я даже не разговариваю, сложно, у меня так все расслабилось. В любом художественном магазине я просто прихожу и говорю, дайте мне голубую глину или... Да, да. Можно в передвижнике, можно в Леруа, она, по-моему, везде сейчас есть. И посмотри, чтобы она мягкая была. В магазине лучше выбрать мягкую. Ну, лучше потрогать, может быть, из шести кусочков будет помягче. А, хорошо. Если она будет везде одинаково и твердая, то, ребят, тоже вилкой любой там проткните целлофан и бросьте ее водой целиком, чтобы она утонула в воде в тазике, чтобы она набрала немного влаги, хотя бы так вот за день до курса. Какая самая правда, как тепло пошло по ушам, по всем, по этим. Да, благодарю. Хорошо. Представляю, какие долгие. Дмитрий, а можно вопрос? Всем здравствуйте. Здравствуй, Равиль. Привет. И Катя тоже. Я хотел уточнить, а вот кембрийская глина, это и есть та самая голубая? Это она и есть. Она же зеленая, она же голубая, она же кембрийская. Мы ее в Леонардо покупали тогда. Да, в Леонардо она... Катя, привет. Здравствуйте, Катя. Да, здравствуйте. А я хотел еще уточнить, а вот этот курс, который линия эмоций, это получается то, что было раньше, называлось курс маска, который живой был? Нет, нет. Или все-таки там есть какие-то отлики? Там будет один элементик небольшой, связанный непосредственно с самой практикой вот этой вот изготовления этой масочки, но потом дальнейшая работа будет другая. У нас не было масок? Ну, давно, много лет назад было что-то такое. Много-много лет назад. А еще вопрос по поводу базовых таких эмоций, как агрессия, страх, то есть первоначально будут тоже затрагиваться? Вот это и есть работа основная, что нам очень так-то не хотелось бы трогать, что называют. Конечно, ребят, гнев, если так вот брать все виды агрессии, там, раздражения, все это одним словом гнев, ну, в древних культурах одним словом подводится это все. В общем, мы будем путем массажа пойдем, в общем-то, и да, будем касаться с удовольствием этих вещей, довольно-таки с удовольствием. Я думаю, что мы не будем там уходить уж настолько, что это будет тяжело. Мы будем как раз через... Ну, а именно здесь как бы легкость – это важный момент, чтобы легонько так по самому тяжелому материалу в жизни пройтись поглубже. Спасибо. Пожалуйста. Вот здесь просто, что, конечно, мы всегда будем петь о творчестве, и что творческие потоки энергии здесь, наверное, самые экологичные в этом процессе. Даже телесно-ориентированная терапия иногда это делает немножко, на мой взгляд, все-таки, ну, кардинально чересчур. Не всегда бывает тело готово к этому. Нужна особая подготовка. Ну, и кому-то я бы даже, наверное, сказал бы, что это противопоказано. А здесь как раз мягко, аккуратненько, это будет творчески. Каждый может дозированность использовать свою собственную, и это тоже будет уже комфортно вполне. При этом материал прорабатывается очень глубоко. Ну, даже вот сейчас вы эти моменты многие почувствовали. Вот на таких вот совсем небольших погружениях. Дмитрий, а можно еще вот вопрос с точки зрения качества проработки? То есть если это в записи, то есть не факт, что если там получится в прямом эфире быть. Да, конечно. То есть по записи, то есть эффект, скажем так. Здесь я бы сказал, упражнение бы надо сделать, конечно. Сделав упражнение, конечно, будет уже процесс очень хороший, и очень хорошо все это будет работать. В групповой динамике даже дистанционно какие-то есть свои нюансы. Многие из вас это уже отмечали не раз, что и говорить. Группа есть группа. Но, тем не менее, если в какие-то точки, ну, в какие-то, в какой-то хотя бы один из дней можно будет подключиться вам, ну, если весь курс будет в записи, это одно ощущение. Если все-таки там раз-два вдруг окажешься в группе, я даже сомневаюсь, что здесь не будет этой связи. Будет связь прекрасно. Хотя бы один-два дня, чтобы было вместе во время онлайна общего. А там уже по возможности. По времени мы тоже это не будем сильно долго занимать. По времени у нас будет только первые три встречи, возможно, где-то так около часа. Мы как раз сформируем наши рабочие материалы. Потому что мы будем лепку делать, да, много лепить и делать. А уже последующие будут небольшие встречи. А там практика. Практика, практика. Так, ну что, ребят, если вопросов больше нету, я тогда финализирую нашу встречу. Можно пару слов еще сказать? Да, да. Если кто собирался или сомневался, или думает, ехать или не ехать в Анапу на 25-26 число, принимайте решение, приезжайте, пока у нас еще есть места, и чтобы мы могли забронировать номера в гостинице. Мы будем всем рады. Ура, ура. Добро пожаловать. Кто готов, приезжайте. Тоже будет красиво. Ну что, ребят, на этом тогда я завершаю. Никто еще не пожалел о том, что приехал. Это да. Из тех, кто приехал. Из тех, кто приехал, да. Ребят, у кого-то еще что-то есть? Как там завершать нам? Ну, большое спасибо. Было очень интересно. На каком-то этапе у меня вдруг почему-то стал правый бок болеть. Ну, там я знаю, как говорится, там сразу этот самый каменюга какой-то сам запротестовал. Ну, я говорю, ну ладно, ничего. Потом как-то вот в серединке по позвоночнику пошел как-то такой вот прямо вот там. И вот мурашечки, мурашечки, мурашечки. А потом какой-то очень грустный такой. Мне что-то стало совсем так грустно-грустно. Я посмотрела, сразу глаз среагировал. Недалеко лежала печенька. Я съела печенька. И теперь с тех пор сижу и улыбаюсь. Ну, вот, так что спасибо большое за эмоцию. Было интересно очень. Да. Спасибо, спасибо. Спасибо, ребят, всем. Спасибо большое, да. Спасибо. Благодарю. Спасибо. До свидания. До встречи. Всем всего доброго. До встречи. До встречи. Спокойной ночи. 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 Продолжение следует...